Добрый вечер, дорогие друзья! Первый канал приглашает вас на футбол. Большой футбол. Прямой трансляции. Товарищеский матч сборных России и Аргентины. Третий приезд Диего Марадоне в Россию. На этот раз в качестве главного тренера национальной команды Аргентины. Думаю, нас ждет интереснейший матч, который любопытен даже большему числу людей, чем просто круг, огромный круг футбольных болельщиков. Альби Селесте. Белоголубые. Наши сегодняшние гости. Кус Хидинг на ваших экранах. Они горячо поприветствовали друг друга. Два хороших знакомых. И вот состав сборной Аргентины. Мариана Андухар. Голкипер. Второй номер Николас Адаменди. Четвертый Николас Бурдисо. Шестой Габриэль Хайнце. Восьмой Хабьер Дзанетти. Девятый Диего Меллито. Одиннадцатый Макси Радридис. Четырнадцатый Хабьер Маскерано. Шестнадцатый Серхио Агуэро. Двадцатый Марио Балатти. И двадцатый Хонас Гутьеррос. Тренера я уже представил. Традиционно полосатой форме. Белоголубые аргентинцы. И сборная России. Вот такой состав опускает на игру Гус Хидинг. Первый номер вратарь Игоря Кенфеев. Второй Александр Анюков. Третий Денис Колодин. Четвертый Сергей Игнашевич. Седьмой Игорь Денисов. Восьмой Игорь Семшов. Одиннадцатый Сергей Семак. Тринадцатый Ренат Янбаев. Десятый Андрей Аршавин. Шестнадцатый Александр Кержаков. Семнадцатый Константин Зырянов. Капитаны команд у аргентинцев. Хавьер Маскерано. Четырнадцатый номер. Представляющий английский клуб Ливерпуль. И тоже из английского клуба. Из клуба Арсенал. Наш капитан Андрей Аршавин. Вот наша сборная. Традиционная для последних матчей форма. И бригада бельгийских арбитров. Франк Де Блекери, хорошо нам знакомый. Питер Херманс и Дэнни Хьюинс ему помогают. Питер Хьюинс ему помогает. Ну и еще одно отличие. Тогда нашу команду вывел на поле в качестве капитана Алексей Смертин. Сегодня Алексей тоже здесь. Рядом со мной. В комментаторской кабине Первого канала. Добро пожаловать, Алексей. Спасибо, Виктор. Добрый вечер, уважаемые телезрители. И тут же атака, атака нашей команды. Рвется к воротам Кержаков. Бьет по воротам. Но вот первый момент. И, наверное, возможность, когда мы будем смотреть повтор. Видите, можно сказать, что провалились центральные защитники сборной Аргентины. Даже пытались придержать руками. По-моему, это был молодой Николас Атаминди. Один из двух центральных защитников. Пытался придержать Витя Кержакова руками. Тот вырвался из его объятия и пробил. Он больше правее, я бы сказал бы, наверное. Потому что Симшов закрывает правый фланг. У нас в атаке Симак, получается, образует так называемый треугольник с правой стороны. Ну вот один из опасных моментов. Сноу по центру. И, вы знаете, простил. Простил нас Серхио Агуэра, которого, наверное, самое время представить. Вот он. 21 год. Из испанского атлетика. Серхио Агуэра. И в отсутствии Лионеля Месси сегодня на поле, конечно, самая, скажем так, явная звезда. Восходящая звезда. Вот, посмотрите. Аргентинского футбола. Вот. И, вы смотрите. Игроку Ливерпуля. У нас примерно такая же ситуация, связанная с Симаком и Аршавом. Заметили, возможно? Да вот, смотрите. Пас. Зырянов выводит Семшова. Семшов под острым углом бьет. И забивает. И забивает. Смотрят на бокового арбитра. Но тут вообще не было никакого положения вне игры и даже близко. Киржаков не стал подправлять этот мяч. Набегая по центру. Голевая передача Зырянова. И гол Семшова. Бежит через все поле. Мне кажется, кому-то пообещал из запасных, а возможно из персонала, что он забьет. Соответственно, просто-напросто выиграв паре, обнимает. Кого-то обнимает. Мы не видим. Мы не видим, кого обнимает Игорь Семшов. Но мы можем сказать о том, что это первый мяч за сборную. Согласитесь, отменно была сделана передача голевая. А здесь просто-напросто он бил в дальний угол. В надежде, если, скажем, не залетит мяч сам по себе в угол, то, по крайней мере, кто-то коснется его. Или если отбивал вратарь. Вратарь должен был очень удачно отбить, чтобы мяч не попал на добивание Киржакову еще. Но мы иногда статистика не к месту, а к месту. Сейчас нужно сказать обязательно, что это 39-й матч Семшова в национальной сборной. И первый мяч. Первый мяч. А Семшов играл, может быть, кто-то забыл, на чемпионате мира второго года. Чемпионате Европы 2004. Ну и, естественно, на последнем европейском первенстве. Вот такое начало. Вот такое начало. И, по-моему, очень, так сказать, заслуженный гол. Да, может быть. Я думаю, что вот, может быть, здесь и бракомонта бы нашлось место. Хотя вот без бракомонта есть кому пробить головой. Хотя там не самые высокие футболисты. Я скажу, и в нашей сборной не самые высокие футболисты. Если отталкиваться вот от стандартных положений, где как минимум должно там 6-7 человек находиться в штрафной. Вот сейчас было сколько-то. Да, конечно. Это, прямо скажем, это не матч гигантов с точки зрения. Правый фланг. Здесь Макси Радридис. И вот передача с выводом на ударную позицию. Серфио Агуэра. Смотрите, что делает. И бьет. Не дает обмануть себя Акинфеев. Спектакль, потому что для них футбол – это спектакль, прежде всего. Поэтому иногда вот эти картины и падения, они, сказать, такой реакции получаются со стороны болельщиков. Вот смотрите, повтор этот момент. Вот он, Серфио Агуэра. 21 год. Невысокий, 172 сантиметра. Разобрался там. Вот у нас, наверное, записи. Габриэль Хайнца на ваших экранах. 57-й матч за сборную проводит. Вот я уже говорил, что только-только из Реала перешел в Марсель. Блин, пик марсельский. Но Мелито на ударной позиции вовремя. Все правильно снова делает Акинфеев. Потому что уже на добивании было Серфио Агуэру. Рядом Макси Радридис. Не стал он рисковать, прыгать навстречу Акинфееву. Хотя тот пошел с собой руками, прежде всего. Да, то есть, в принципе, как раз Акинфеев мог получить раму в этом эпизоде. Ну, вот смотрим за в дом. Капитанская повязка перешла к Андрею Аршавину. На подборе удар. Вот вам и этот самый новый Марадона. Серфио Агуэра не оставляет в этом эпизоде никаких шансов Игорю Акинфееву. Мощнейший удар от штанги. Звезда, звезда аргентинского и мирового футбола. Атлетико наверняка имеет кучу предложений от других клубов по поводу этого форварда. И вы смотрите, какой удар. Отчаянный прыжок Акинфеева. Но ничего поделать было нельзя. С двойника, как говорят футболисты, вот мяч не успел подскочить от земли. Был уже. Да, но можно говорить, что не совсем удачный вынос, да. Не совсем удачный вынос из своей штрафной. Вот посмотрим еще раз этот эпизод. Да, это кто там был, если не ошибаюсь, Игнашевич, да. И вторая претензия к защитникам, если хотите, к полузащитникам. Или к опорному, что он не накрыл Агуэра в этой ситуации. Или я напрасно так, на опорного набрасываюсь. Да, я бы еще отметил мастерство и хороший удар просто-напросто. Цель. Да, это конечно, но пробить дали. Пробить дали. Все-таки не пробили с 11 метров, скажем, из 5. Пробили там, грубо говоря, с 18. Хотя сомненно, конечно. Да, такие мячи журналисты, я не знаю, как футболисты, называют голами в раздевалку. Вот Лопес, что на поле остается, Серхио Агуэра. Но это, прежде всего, важно для аргентинцев, даже не для нас. А вот этот самый Лиссандро Лопес по 19 номерам заменил Милето. И сразу, сразу врывается в штрафную. И гол. И гол в наши ворота. Вы смотрите, какая замена. И как здорово все сделал только-только появившийся на поле игрок французского Леона. Как, впрочем, и третий номер, который отдал ему. То есть два человека, которые только-только вышли на поле. Комбинация Диего Марадона грозился в нарушении регламента выпустить на поле. Сразу полностью поменять весь состав. Заменил трех игроков. И они все сделали. Вы смотрите. И между ног пропускает Акенфеев. Но что делать? Тут как-то сложно винить нашего вратаря. Здесь, кому-то, близко бил игрок. Не смогли помешать защитники. И действительно, Попа сделал передачу. Из клуба Вилли Старсилд. Вот он делает. Прошел по краю защитник. И бьет. Смотрите, как проскочили все игроки нашей обороны. И позволили вот этому 26-летнему Лиссандру Лопесу, повторяю, из французского Леона, вывести сборную Аргентины вперед. Очень такой неожиданный какой-то гол. В общем, провалился наш правый фланг обороны. Ну и такое сечение обстоятельств, что не выручил Акенфеев. Что произошло? Ну, ряд факторов, несомнение. Есть усталость и, в конце концов. Когда ты берешь зазор, соответственно, у тебя есть больший процент надежности, что ли. Тогда как чем плотнее к полузащитникам защитники играют, тем больше шансов, скажем, тех выбежать один на один. Может быть, так сказать, сравнивый между собой по позиции. Но сначала смотрим, как Анюков имеет шанс. Разводит руками Павлюченко. Это был не то пас, не то удар, но... Как раз примерно тот случай, что было у Семшова. Хотя тот более нацелен, наверное, на бил. Потому что Анюков сейчас как раз прострелил, как говорят футболисты, вдоль поля. Надежда на то, что если не наш коснется футболиста, хотя бы соперник. Напоминаю, что мы с вами смотрим в прямой трансляции Первого канала товарищеский матч сборных России и Аргентины на стадионе «Локомотив» в Москве, в Черкизово. Наши на 17-й минуте после удара Семшова открыли счет. Но в конце первого тайма пропустили от Агуэра 1-1. И вот Лопес. И еще один удар. И счет становится 3-1. 3-1. И, конечно, вы знаете, самое удивительное, самое удивительное, что мяч сбивает Хесус Датоло. Как только Марадона выпускает нападающего, этот нападающий сразу показывает, что он не хуже того же. А видите, какие-то объятия двух форвардов, бывшего и нынешнего. Словно они пытаются доказать Диего Марадона, что они не хуже Серхио Агуэра, что они не хуже Лионеля Месси. Они выходят и забивают. Что Лопес, что Датоло. 3-1. Ну и опять же действия защитников. Там мы говорили о том, что был провал на правом фланге. Сейчас по центру. И тоже, в общем, ближе к правому флангу, где-то оказался чудес сзади. Да, вот смотрите. Анюков в полупозиции какой-то. И эффективно не мог помешать, так сказать, врезавшись нападающего. И, в общем, даже частично перекрыл обзор Акинфиева, по-моему, в этом эпизоде. Вы знаете, Виктор, в действительности он с ним подойти, там, пошутить, в конце концов. Тоже после игры сразу. После проигранной игры. Но он жил эмоциями. Он был еще игроком. Поэтому здесь, конечно, нужно переключаться. Кстати, Ванглий, это не единственный пример. В Англии много таких примеров. Много. Много таких примеров. Видели соотношение ударов по воротам? По-моему, 14-5 не в нашу пользу. И еще у нас несколько раз удачно сыграл Акинфиев. Аторшавин рвется к воротам. И сейчас все мы смотрим на арбитра. Мы смотрим на бельгийского арбитра Де Блекери. Вспоминаем, что он обслуживал матч на чемпионате Европы, России, Швеции, когда мы выиграли 2-0. И полуфинал Испания-Россия, когда мы програли 0-3. И видим, что он не видит в этой ситуации нарушения со стороны воротаря. Сложно сказать. Давайте смотреть. Вот хороший очень повтор. Но он въехал, он въехал. Он помешал. Умышленно-неумышленно он помешал Аршавину завершить комбинацию. Возможно, он его коснулся. Но как раз падение чуть позже состояло. Ко Андрея, что заметил, в принципе, арбитра. Достаточно, это же как баскетбол. Вышел на поле вместо Балатти из Уракана. И атака. Павлюченко открывается от Загоев. Но Загоев бьет что-то очень похожее. Они хотят, как забил Семшов из такой позиции, ударом в дальний угол. Вот пытаются они повторить, что Анюков, что Дзагоев. Был ли другой вариант у Дзагоева? Нет, ну, возможно, просто мяч не попал ему на прямой подъем. Поэтому пошел по уходящей, что ли. Оттого и пролетел мяч мимо ворот. 78-я минута Павлюченко. Очень важный момент. Очень важный момент. Павлюченко разбегается, бьет. Рикошет. И мяч влетает. Мяч влетает в сетку ворот. Ну что же, есть надежда. Роман Павлюченко пробил. Нужно внимательно посмотреть. Тут нужен хороший повтор. Я уверен, что он будет. Мяч задел чью-то ногу. Там было очень много защитников в стенке. Стоящим в стенке мешали наши футболисты. Ликуют стадион Локомотив. И вот Рикошет, конечно, дезориентировал воротаря. Ну-ка, смотрим. Мне кажется, кому-то из игроков защита достанется от воротаря. Потому что воротарей, естественно, ставят стенку. Они рассчитывают на то, что она не разойдется. И не испугаются игроки в момент удара. Но здесь отвернулся тот же Маскирано. Мяч коснулся 19-го номера. Да, Маскирано непонятно было у Хайнса. В результате от ноги Лопеса. Того самого Лопеса, которого вывел аргентинцев вперед. Мяч влетел в ворота. Наверное, в вашей английской лиге засчитали бы автогол. Но у нас, Алексей, это все-таки гол Павлюченко. А поскольку это гол Павлюченко, то сразу скажем, что это 12-й. 12-й мяч нашего 27-летнего форварда в 28-м матче за сборную. Ну что ж, 12-й. Счастливое число 12. Может быть, так и дальше пойдет. И так есть еще, есть еще немножко времени. Ну что ж, будем досматривать этот матч. Этот красивый, очень красивый матч. Многие не думали, что будет так много голов. К сожалению, по голам расклад не в нашу пользу. Но вот финальный свисток бельгийца Де Блэкери. Мы вспоминаем момент с выходом Аршавина в свое появление штрафной. И, как мне, во всяком случае, показалось нарушением правил со стороны Андукара. Но знаете, когда с бразильцами играли, вот вы три года назад там тоже. Роналдо забил мяч локтем, и мы бразильцам проиграли 0-1. Поэтому это не столь важно. Ну что же, будем надеяться нашу сборную. Всего вам хорошего. До следующей встречи. Берегите себя. До свидания.